Что наша жизнь икра Ставки матч реванши, господа. На красное поле 250 тысяч, прошу. Спасибо. Два миллиона на черное. Пятьсот тысяч на красное. Полтора миллиона на черное поле. Один миллион на красное. Один миллион на черное. Полтора миллиона на красное. Пятьсот тысяч на черное. На красное поле 2 миллиона. Взяли. Поправьте, пожалуйста. 250 тысяч на черное. 2,5 миллиона на красное поле. Господа, зеро. Ставки, матч, реванш сделаны. Благодарю вас. Начинаем игру. Добрый вечер. Вот чемодан, я уже вижу. Это поднимает настроение. Добрый вечер в интеллектуальном казино, где каждый зарабатывает деньги своим собственным умом. Господин Ворошилов, у меня к вам такой вопрос. Вы бы могли сегодня стать волшебником? Сегодня изумительная ночь. За 20 лет первый раз передача выходит в эфир. Сегодня, прошу прощения, на 31 число. В Новый год. Не мешайте, человек волнуется. Да, я волнуюсь, потому что я хочу спросить у вас, вы готовы представить и стать волшебником? Нет, я не готов. Мы, может быть, за это и закончим на этом? Нет, не закончим. Я хочу попросить от телезрителей, от меценатов в эту удивительную ночь сделать чудо. Объявить амнистию всем игрокам, которые вылетели за 20 лет игры. Я прошу, так как передача в следующий раз на Новый год будет в 2005 году, я прошу, чтобы от вас зависит судьба и поддержать. Я попрошу клуб тоже присоединиться ко мне с просьбой решить сегодня и совершить это чудо, чтобы игроки вернулись снова в клуб. За все 20 лет игры. Те игроки, кто уже не выпал из игры. Это ваша общая просьба, да? Я полностью поддерживаю, да, полностью. Я думаю, игроки и телезрители поддержат мою просьбу. Аргументы и факты тоже за. Я предлагаю за... Господа, одну секундочку. Я понял ваше предложение и понимаю, что вы предлагаете. Но я хочу сказать, что действительно у меня, наверное, скверный характер. И я не могу не бросить в свою ложку дегтя вашу бочку огромную меда. Все-таки я бы думал так. Да, мы можем объявить всеобщую амнистию в элитарном клубе, но после матч-реванш мы можем объявить всеобщую амнистию, но только в том случае, если матч-реванш закончится победой господина Блинова и его команды. Почему? Потому что это, бесспорно, самая сильная команда, самая сильная команда из всех проигравших. И это единственная команда... И это единственная команда, которая имеет законное право сесть за игровой стол. Кроме этой команды, такое право имеет только две команды. Это команда Смирнова и команда... Жаркова, тоже волнуюсь, но этого не видно. Господа, я прошу... Я хотел бы... Простите, пожалуйста. Я хотел бы спросить... Я хотел бы спросить у команды господина Блинова, сможет ли он взять на себя такую ответственность? Если... Понимаете, мы со своей стороны, конечно, понимаем, что тяжело играть под грузом такой ответственности. И со своей стороны, мы единственное, что можем предложить, это поскольку на кону будет как бы судьба всех проигравших знатоков. Мы, может быть, разрешим... Даже не может быть, а точно разрешим вам замену, но только одного кресла, одного игрока, но любого более сильного игрока, стоящего за креслами сейчас. Господин Блинов, ну как? Играем? Мы приложим все усилия для того, чтобы все игроки, которые проиграли, вернулись в клуб. И большое спасибо за предоставившуюся возможность. Из-за этого. Господа, я предлагаю попросить господина Ворошилова всё-таки не рисковать, потому что действительно сегодня замечательная ночь. Прошу прощения, у нас сегодня очень мало времени. Итак, на кону сегодня судьба всех, когда-либо выбывших из элитарного клуба команд. И благодаря содействию глубоко уважаемых господина Довганя и господина Шмакова, мы очень уважаем эти фирмы, это достойные фирмы, мы объявляем матч-реванш команды Алексея Блинова. АПЛОДИСМЕНТЫ 31 декабря 1994 года. Московское время 21 час 59 минут. И мы начинаем последнюю в этом году прямую трансляцию из элитарного клуба «Что, где, когда». Я вызываю за игровой стол самую популярную команду знатоков команду Алексея Блинова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Кантелян. Михаил Бас. Олег Кантелян. Прошу вас, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Бессмертный Федор Принятин. Бессмертный Александр Труйц. И капитан команды Бессмертный Алексей Блинов. Так, собрались. Ребята, собрались. Поехали. Чёрт. Играем матч-реванш. Телезрители против знатоков. Игра до шести очков. Счёт 0-0. Первый раунд. Сегодня, если знатоки захотят перекрутить рулетку, они будут брать не музыкальные паузы, а музыкальные тосты. В этих музыкальных тостах мы будем петь вместе с телезрителями. У нас на экранах и у телезрителей дома на экранах, внимание, будут тексты. И давайте вспоём и выпьем вместе с телезрителями во время музыкальных тостов. Сейчас один миллион на чёрное. Внимание. Играет Эмма Козгова из города Тулы. Кто-то интересовался? Японцы, долой марибаши, приносите с собой в ресторан ваши собственные нурибаши. Внимание, вопрос. Чей это лозунг? Время. По-моему, долой ложки, палочки свои берите с собой, нет? Малибаши, это не то, что мы, ребята, уже один раз крутили вот это вот. Да, да, да. Нет, по-другому. Может быть, палочки? Малибаши, это палочки вообще почти не разрушают. Да. От долой ложки приносите в ресторан свою собственные палочки. А может, там, бьём, нет, это всё наоборот. Наоборот, ребята, наоборот, чтобы войти в Европу, наоборот, чтобы они... Вот, либо, либо... Малибаши ломали, представили русские ложки. Палочки это малибаши, что долой? Да, значит, долой палочек. Это те, которые радуются за то, чтобы войти в Шрабейку. Просили чей лозунг? Как сформулировать чей лозунг? Тех, кто хочет, чтобы... Западников, например. Японских западников? Про европейских настойных. Про западно настроенных. Давайте только подумаем, в ту или в другую сторону ложки на палки или палки на лозунг? Малибаши это палочки. Точно. Ну, 90, 100 не могу дать. Если в ресторанах традиционно были палочки, то да. Похоже. Отвечает Александр Друзь. Прошу вас. Ответ команды Блинова. Значит, команда Блинова считает, что малибаши это традиционные японские палочки, а норибаши, если я правильно записал, это приборы, которые более соответствуют европейскому образу жизни, то есть ложки и вилки, и, соответственно, заменять традиционные японские на более прогрессивные приборы. Вот сторонники Запада. Сторонники Запада в Японии выдвинули такой возраст. А теперь внимание, ответ... Европейзации. Сторонники европейзации. Европейзации. А теперь, внимание, правильный ответ. Марибаши и норибаши это японские деревянные палочки для еды. Только норибаши это многоразовые деревянные палочки, а марибаши это одноразовые палочки, которые сразу после еды выбрасываются. Защитники леса призывают пользоваться только многоразовыми палочками, чтобы сберечь лес. Игра будет серьезная сегодня, это я говорю специально для наших спонсоров. Игра есть игра, счет 1-0. 1-0. Выигрывает телевизор. И один миллион мы отправляем в город Тулу. Есть человек, который гарантирует сегодня победу команды Пленова. Это действительный член научно-медицинского общества Великобритании, президент Академии биогенной медицины Верета Городинская. Екатерин Друзь, как вы чувствуете себя после, так сказать, обработки в этом центре? Превосходно. Превосходно. Желаю вам успеха. 1-0. Следующий раунд. Внимание. Сегодня матч-реванш. Решается судьба всех команд, когда-либо проигравших в клубе. 250 тысяч чёрных. Как ни странно, но против знатоков сейчас играет президент юридической фирмы Борщевские партнёры. Господин Борщевский, Москва. Внимание, чёрный ящик. Господин Борщевский, я бы хотел, чтобы вы, если можно, сами задали свой вопрос. А я бы очень хотел, чтобы знатоки на него ответили. Тогда, может быть, не стоит задавать. Мы просто очко дадим, и всё. Я хотел, чтобы они ответили на вопрос, но не заработали очко. А это в ваших силах, между прочим. Итак, я прошу вас сказать, что в этом чёрном ящике. Название этого предмета ассоциируется с советским балетом, одним советским балетом, с одним из аспектов международного наркобизнеса, с одним из эпизодов французской истории, почти со всеми, кто присутствует в этом зале, и уж, по крайней мере, со всеми вами, кто сидит за этим столом. Что в этом ящике? Отвечает Александр... Да, срочный ответ. Хорошо, хотелось бы поведать того, кто рискнёт. Сейчас я попробую рискнуть. С французской историей, с советским балетом, со всеми нами, с наркобизнесом ассоциируется у нас МАК, который, по моему мнению, находится в этом ящике. А теперь, внимание, правильный ответ. Название балета Глеера «Красный Мак», растение МАК, просунку сопротивления МАКИ и у нас Международная ассоциация клубов под названием МАК. Один один, один один. Газаимбарщевский, вы действительно хотели, чтобы с надаги выиграли этот вопрос? Да, я действительно хотел, но я не думал, что он будет взят так легко. Дополнительная минута обсуждения в банке у снатагов. Один один. И мы начинаем следующий раунд. Пятьсот тысяч тоже у них в банке. Счёт один один. Простите, двести пятьдесят тысяч. Ушли в банк за ногой. Пятьсот тысяч. Вы играете? Да. Играете. Пятьсот тысяч «Красного». Внимание! Играет Семён Закиров. Город Белорец, Башкирия. Да. Господин Двинятин, мне сказали, что ваша жена в зале? Да. Так. А ваша господин Блинов? Да, да, да. Тоже? Да. И у друзья, по-моему, тоже, да? Не только. Кошмар. Почему? Внимание, поза. Посмотрите на экран и попытайтесь сделать то же самое. Цитирую по книге йоги. Вытяните ноги вперёд, согните левую ногу в колени и поместите пятку в мягкую часть промежности, просите это цитата, в пространство между задним проходом и мошонкой. Затем согните правую ногу и поместите пятку против лунной кости или над половыми органами. Причём их следует расположить так, чтобы на них не жало. Туловище держите прямо. Внимание! Йоги рекомендуют эту асану молодым людям, не находящимся в браке, или тем, кто собирается остаться холостым, для максимальной концентрации своих мыслей. Внимание, вопрос. Как называется эта замечательная поза? Поза львов. Поза львов. Нет, Фёдор с мифологией львов. Про йогов ничего не знают. Фёдор, лотос плодородный? Так, давайте поработаем немножко. Да-да-да. Хорошо, что это ещё можно. Так, какие бы позы знали? Значит, господа, я предполагаю, что это поза лотоса. По следующим соображениям лотос даёт забвение. То есть забыть всё? Чтобы забыть всё. Тут речь о концентрации умственной энергии. Во всяком случае, одно из двух, или какая-то поза названия, которую мы знаем, тогда это точно лотос. Или нужно придумать, с чем вот это всё ассоциируется за минуту. С чем? На льва это не похоже. Ножницы, клещи, ну я не знаю. Пресс. У них в основном с животными и с растениями связаны названия лотоса. Вкусить лотос, это забыть, ребята. Давайте я тут давай толку. Я предлагаю. Ну давай. Ну давай, ну давай. Отвечает Александр Друзь. У вас, во-первых, вы торопитесь, не было второй сирены, не нервничайте, господин Блинов. Во-вторых, у вас ещё есть дополнительная минута обсуждения. А эту позу, естественно, рекомендует всем, кто мыслит, то есть вам. Итак, вы берёте вторую минуту? Нет. Нет. Друзь распорядился не брать вторую минуту, и капитан Блинов послушался друзья. Мы слушаем ответ на этот замечательный вопрос. Мы сходим из того, что поскольку лотос это цветок, который дарует забвение, так вот, эта поза будет называться позой лотоса. Ваш ответ – поза лотоса. А теперь, внимание, ответ телезрителя. Йоги считают, что эта поза максимально концентрирует мысли. Это было сказано в вопросе. Эта поза даёт возможность мыслителю не отвлекаться на женщин. Я вам подсказывал перед началом. А они есть в этом зале. А называется эта поза «Сидхасана» – поза знатока. Я говорю, что фабрика. Поза знатока. Вы проиграли два минуты. 500 тысяч мы просим отправить город в Белорец, в Башкирию. Но всё-таки торопиться не надо. Но это было трудно взять. Но всё-таки торопиться не надо. Господа, господа, господа. Саша Друз. Я поздравляю телезрителя и победителя основного. Я хочу вам подарить книжку за ваш талант. Эта книжка выпущена аргументами и фактами. Она магическая, как и поза лотоса. Вот есть фишки, которые притягиваются, стоят здесь. Если вы кидаете, вы также узнаете ответ. Вот, например, мы кидаем. 84. Я вам сейчас скажу заветную строку. Нет, вы скажите, если можно, Андрей. Мы выиграем сегодня? Задтаки, выиграют или нет? Вот что говорит книга, я не знаю. Книга сказала. Мне верить хочется. Дела поправятся. Спаси нас, Господи, от самоварварства. Это и команде нашей, и команде всем остальным. Спасибо. Андрей Владимирович Девченский. Андрей Владимирович Девченский. Следующий раунд. Сегодня у нас много в зале наших друзей. Это и Саша и Лолита из Дуэт Академии. И господин Старков, аргументы и факты. И, конечно, наши спонсоры. Господин Довгань, господин Шмаков. И парадист групп. Полтора миллиона. Полтора миллиона красные. Играет Нелли Петрова. Город Шахты, Ростовская область. Так, вот кто бы... И долго мы будем смотреть на этого замечательного человека, господин Двинятин. Вы умеете держать язык за зубами? Надеюсь. Тогда внимание на экран. Уважаемые знатоки. Говорят, что великий Эйнштейн вывел не только свои знаменитые формулы, но вывел и еще одну формулу. Мало кому, правда, известную. Вот эта формула. Внимание. А равно Х плюс У плюс З. Где? Х – это работа. Упорная работа. У – это игра. Отношение к жизни, как к игре. А З – это умение держать свой язык за зубами. Внимание, вопрос. А что же значит в этой формуле А? Желаю успеха. Успех. Время. Успех. Успех, конечно. Результат. Успех. Желаю успеха. То есть нужно, во-первых, работать, во-вторых, не зацикляться на чем-то относиться с большей серьезностью, и чтобы никто не трепал. Никаких конкурентов ничего нет. Еще. Талантливость. Талантливость, работа тут ни при чем. Нет, ну талант и работа тут. Талант – это, ну как. Талант, работа, голода не бывает. Еще. Ну хорошо. Гениальность. Гениальность. Как раз обычно противопоставляют, работают там талант и гениальность. Нужно и то, и другое. Я потом расскажу. Сумма разная. Еще что может быть? Может быть, просто там как-то уточнить это понятие успеха, научно и успеха? Гениальность или успеха? Успех? Нет, ну желаю успеха. Ну, я не знаю. Вообще, все как-то очень складывается под это. Счастье, вот может, нет. Счастье язык зубомит. Я хочу. Счастье, удача, успеха. Я прошу господина Климовича, покинуть зал. Это на первый раз. Быстрее. Встречайте Новый год без нас. Подсказка была. Знатыки ее не слышали, но попытка была. Итак, вы отвечаете? Отвечает, Федор. Отвечает Федор Двинятин. Отвечает Федор Двинятин. И сейчас все решит ответ на этот трудный вопрос. Попробуем. Мы считаем, что А в этой формуле означает успех. Такой вот ваш ответ. А теперь, внимание, правильный ответ. Упорная работа. Во-первых. Во-вторых, отношение к жизни, как к игре. В-третьих, умение держать язык за зубами. С точки зрения Эйнштейна, это знаменитая формула успеха. Успех в жизни. Молодцы. Счет по два. Счет по два. Банчу садоков полтора миллиона рублей. Добавилось. Федор Двинятин. И, может быть, на радостях я сейчас попробую поставить сам музыкальный тост. Господа телевидители, мы смотрим на наши экраны, вместе поем и вместе пьем. Внимание, тост. Банчу садоков полтора миллиона рублей. Так, господин Борщевский, короткий тост. В одну фразу. В Новый год. Успеха, спокойствия, счастья. Спасибо. Продолжаем игру. Следующий раунд. Счет два-два. Федор Двинятин, по-моему, единственный был за такое решение вопроса. Вы будете делать ставки, господа? Поставь пока не поздно. Ставки сделаны уже. Поздно. Два миллиона черных. Супер Блиц. Вы можете поставить еще один тост. Или играете Супер Блиц. Да или нет? Нет, нет, нет. Мы тост. Ставите тост. Итак, второй музыкальный тост. Уважаемые телезрители, читайте тексты своих игроков. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, следующий раунд. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прошу вас. Пятьсот черных. Пятьсот черных берем. Пятьсот черных взяли. Еще ставки? ПОКА ВСЁ. ПОКА ВСЁ. Так, господин Довгань, ваш тост короткий. Быстро. Я желаю всем добра. Спасибо. Смотрим на стрелку. Пятьсот тысяч черных. Сыграла ставка знатоков. Цена вопроса увеличивается в десять раз. И господин Довгань, тот, кто желал всем добра, выплачивает большую сумму. ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ Мы благодарим издательский дом Довгань за помощь в нашей игре. Итак, пять миллионов. Играет Мария Пак. Город Кызыл-Орда. Город Казахстан. О, простите, Казахстан. Господа, целых пять тысяч лет продолжалось их путешествие из Египта. В пути чего только с ними не было. Они менялись с виду и поворачивались слева направо, и ложились на спину, и становились на голову тишина. Многие из них погибли. Но зато к оставшимся в пути присоединились новые. И, наконец, после долгих скитаний, они стали нашими постоянными спутниками. Вопрос. Назовите этих путешественников. Время. Отвечаем. Ну, к сожалению, уже после сирены. Но, тем не менее, я беру досрочный ответ. Так мы минуту экономим или нет? Нет, нет. Тогда обсуждаем. Что тут нет? Это буквы совершенно точно. Это точно буквы. С права налево, слева направо, вверх ногами крутили. Буквы не идут из Египта. Значит, Федя, посмотри, буква А, она сначала была как эта самая... Буквы не идут из Египта. А хорошо, Ваня. Цифры из Индии приходят эти. Карты-то не могут быть? Нет, слева направо. Нет, вверх ногами. Они всегда с нами. Следите за подсказами. Что еще может быть? Ну, на буквы, конечно, здорово похоже. Ну, почему они из Египта? Рога были, потом они перевернулись. Так это же не из Египта. В Египте были и рогли. Ну, откуда? Буквы из Финякии пошли. Ну, хорошо. Да. Что еще на отпуск? Значит, какая тебе разница, откуда что пошло, понимаешь? Олег. Нет, ну, на буквы очень похоже. Ну, претензии, понимаешь, к кому, да? Да. Египта-то не Египта, ну, ошиблись, ну. Нет, ну, может не ошиблись, может не ошиблись. Отвечает Александр Друзь. Отвечает Александр Друзь. Ну, каждый раз вы даете ответ за 10 секунд до последней сирены. Прошу вас, Александр Друзь. Значит, мы считаем, что это буквы. Ответ ваш – буквы. А теперь, внимание, правильный ответ. Здесь было очень важно, кому даст ответ господин капитан. И таким образом он дал ответ друзю. Самоил Маршака писал «Путешествие букв». Вы победили. Счет призма. 5 миллионов, 5 миллионов, 20 миллионов. И сейчас, 20 миллионов, 26 миллионов, 250 тысяч. У нас время малое, и мы начинаем шестой раунд. Замена. У нас замена. Прошу. У нас замена. Не будем останавливаться. Мы верьте в «Волчок», а вы меняете игрока. Михаил Бас меняется на Молчанова. Итак, вместо Михаила Баса продолжает игру Владимир Молчанов. Тот самый Молчанов, который много сделал для того, чтобы проиграла его команда. 350 красное. Взяли. Нет. По-моему, 2 миллиона красное. 2 миллиона красное. И если вы ничего не ставите, это 250 тысяч идут в доход казино. Блиц. Блиц. Собрались. Блиц. Нормально. Три вопроса по 20 секунд обсуждения. Каждый вопрос первый. Людмила Морозова из Москвы спрашивает. Внимание. Можете ли вы назвать приспособление длиной в 140 сантиметров, шириной в 80 сантиметров, высотой в 45 сантиметров, с помощью которого голландцы с 17 века пытались снизить свое кровяное давление. Время. Ребята, голландцы с 17 века кровяное давление. Коньки. 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 Они такие за... Лыжи. Нет, ящик какой-то. Получается, ящик. Ящик. Ребята, а откуда вы знаете, что они не это самое? 140, 80, 145. А может, какой-нибудь ящик с углями? Жаровня какая-нибудь? Печка какая-нибудь? Печка. Голландцы с камин. Ответ на таком. Печка голландцам. Отвечает, господин Белару. Отвечает Молчанов. Владимир Молчанов отвечает. Что это за приспособление, помощью которого голландцы снижали свое кровяное давление? Тишина. Можно и назвать коньки 140 сантиметров. Мне кажется, что эта печка, впоследствии известная нам как голландка. Оригинальная версия. Внимание, правильный ответ. Голландцы 17 века, спасаясь от высокого кровяного давления, спали, сидя. Лечебным приспособлением для них в этом случае сушила просто короткая кровать. Счет 3-3. 3-3. Вы проиграли в плитс-турнике. Хороший плиток, а вообще, да? И 2 миллиона. 2 миллиона, господин Блинов, все-таки оценен этот плит. 2 миллиона. 2 миллиона. Ну, мы отправляем Людмиле Горозовой в Москву. Счет 3-3. Счет 3-3. Господин Шмахов, может быть, скажет нам свой короткий тост. Поехали. За что вы сейчас хотели бы сказать тост? Я выпью. За победу. За таком. За победу. Спасибо. Счет 3-3. Следующий раунд. Счет 3-3. Я согласен с вами, что действительно был трудный вопрос, а вы привыкли, что в плитс мы кладем легкие вопросы. Да нет, мы вообще не привыкли к легким вопросам. На плитс или не на плитс. Мы очень боялись, что вот в новогоднюю ночь будем играть в поддевки. 250 красные взяты. И что, 250? Нет. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Вот везет трудные вопросы. 2,5 миллиона. Собрались. Внимание. Счет 3-3. Против клуба знатоков играет Татьяна Бутенко, город Луганск. Пред тобой чего с молитвой преклоняю? К тебе, заступница святой, с утеса мрачного взываю. Знаете ли вы эту песню, господа? Ну, ту самую песню, которую пела в пещере красавица Елен. Я подсказываю вам. Та самая Елен, которая была дочерью доблестного воина Дугласа. Ну, того самого Дугласа, который скрывался от короля Якова V. Того самого Якова V, да вы должны знать. Того самого Якова, который правил в 16 веке в Шотландии. Той самой Шотландии, которая описана в поэме Дева Озера. Той самой поэме, которую написал Вальтер Скотт, которого вы уж наверняка знаете, ведь не правда ли, господин Девнякин? Внимание, вопрос. Через одну минуту. Напойте нам эту песню, ну, хотя бы первые два слова. Время. Ава Мария. К тебе заступница? Ава Мария, хорошо. Нет, Ава Мария это вообще католический текст молитвы. Подождите, это его слова или это он что-то песню использовал? К тебе заступница, вызываю, ребята. Шотландцы, католики, не католики? Католики. Католики, да. Так, ну это хорошо, это у нас есть еще. Это типа вечернего звона, народный пенсий какой-то русской стать не могло. Кто писал, Вальтер Скотт? Вальтер Скотт. Он отзывался очень плохо. Ну что-нибудь типа горная вершина, наверное. Нет. Горная вершина, это немецкая. Это отказатель. К тебе заступница? Нет. Да нет. Какие еще английские песни, кем мы знаем? А есть и не английские, а есть ли русские? Переведено было как-то. Знать-то мы должны, английский мы не должны знать русский. Какой-нибудь среди долины ровный. Среди долины ровный я. Это мерзляков отказатель. Сказать. Еще что? Обсуждаем дальше, беря вторую минуту. Берем. Так. Значит, что еще? Вторую минуту мы берем. Работаем дальше. Работайте, пожалуйста, вторая минута. Пошла. Элен, дочь Дугласа. Из пещеры она пела. Из пещеры. В пещере. Рождество. Какие-нибудь еще пещерные песни у нас были? В вертепах что пели? Жалостливые, связки какие-нибудь. Какие-нибудь шарманычные песни. Шарман Катрины. Дуглас был. Что-то восходит, а в тюрьме мои. Ну вот я уже сказал, блин. Дуглас, 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 я ковпетый. Елена, песня Елены, что-нибудь такое. Сижу за стеницей. Это Лена. Это Пушкина, это ни при чем тут совсем. Там-то не песня, нам-то песня напеть. Напеть, понимаешь, Ави Мария. Ну хотя бы два слова. Первые два слова. Первые два слова. Ребята, давайте сам распространяем два слова. Ну что еще? Это Мур. Мур, это вообще... Да, не то. Вальтер Скотта. Мур, конечно. Вальтер Скотта, гармонтическая поэма. Песня русская. Ава Мария. Ава Мария, ну что? Отвечает Александр Друзь. Адрюш, Дадагов, и больше у вас минут нет? Да. Значит, ну я петь не буду, я просто скажу эти первые два слова. Мы считаем, что эти два слова Ава Мария. Такой ваш ответ. Вы уверены в нем? Внимание, правильный ответ. Мы уверены в нем. Ава Мария. Счет 4-3. Счет 4-3. Александр Друзь сделал эту игру. Два с половиной миллиона рублей в банке с надагом. Федор Гринятин, Александр Друзь сделает эту игру. Счет 4-3. Следующий раунд. Ставки, господа. Три фишки на зеро. На зеро. Там красная. 250 красная. Вторая ставка. Все. Все. Две ставки. Зеро и 250 тысяч. Внимание. Счет 4-3 в пользу зунтаков. Матч. Реванш. Счет 4-3. Игра до шести. Очков. Зеро. Зеро. Свободная ставка. Интеллектуальное казино против команды Алексея Блинова. И ставка сыграла. 7,5 миллионов мы просим выплатить господина Довгане и его издательский дом. 7,5 миллионов на кону. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Спасибо вас также. Вообще можно и встретить Новый год. Вместе с нами, со всеми. С радостью. Да. Может закончим эту валынку и прямо сейчас. Нет. Закончим по этому и так. Так. Итак, у нас на кону сколько? 7,5 миллионов. Ну что, ограничимся этим. Да. И начинаем раунд зеро. Эту историю мне рассказал писатель Ефетов. Будьте добры, пожалуйста, палубу океанского лайнера. Ну, во всяком случае, то, что от нее осталось. Ну что, разве не по коже? Вот я стою на палубе океанского лайнера, в желтом пиджаке, в галстуке. Господа. Господа. Один американский кинорежиссер заканчивал свой фильм. И снимал последний кадр. Кадр был такой. На палубе океанского лайнера. Вы знаете эту историю? Вы же не писатель Ефетов. У меня есть подозрение, что я знаю эту историю. Подожди секунду. Может быть, сразу ответ без вопроса. Нет, нет, нет. И вот, на палубе океанского лайнера стоит главный герой, это, конечно, я. И целует свою возлюбленную. Вы поможете мне, Ирина? Вот так мы стоим. Вообще-то, вы знаете, поцелуй в диафрагму, это называется, когда в губы целуешь, а камера наезжает прямо. Это такой хэппи-энд. Но мы не будем, да? Мы потом. Вот. Продюсер этого фильма присутствовал на съемках. Я уже могу сесть? Да, пожалуйста. И очень возмутился. Ему не понравилось, что фильм кончается такой, ну, так легко. Он потребовал от кинорежиссера, чтобы он исправил этот финальный кадр и сделал его более драматичным. Внимание. Кинорежиссер сказал, нет проблем, для этого мне нужна одна минута. Кисть и краски. Прошу вас. Кисть и краски. Быстро, быстро. Отвечаю. Стоп. Вот вам оставили. Отвечаем, отвечаем. Отвечаю. Посмотрите, что не есть. Вопрос вы догадались. Вы должны сделать то же самое, что сделал американский кинорежиссер. Пиши, Кенни. Пиши, Кенни. Пиши, Кенни. Да, я знаю. По-английски пиши только, пожалуйста. Итак, господа. Браво! Я провисую. Браво! Титаник. Титаник. Кинорежиссер написал на этом спасательном трубе. Одно только слово. Титаник. Я проиграл. Зеро. Победа. Казаков. Еще становится 5-3. Счет 5-3. И мы играем матч-риванс. Команда Алексея Блинова. Игра до 6-ти очков. Девятый рал. Вы хотели бы замену сделать. Прошу вас. Это ваше право. Значит, бас на место. Вместо Гонделяна играет Медведкова. Прошу вас. Ставьте, ставьте. Ставьте, господа. 250 красное. 250 красное. Первая взятка. Первая ставка, простите. Первая ставка. Оговорка попри. Так. 250 красное взяли. Хорошо бы еще на 1 миллион ставка была. А вот так. Полтора миллиона, по-моему, да? Полтора миллиона черный. Играет, внимание, Валерий Бердник. Город Новосибирск. Госпожа Гонделян, вы, конечно, умеете плести венки. А? Да. Только этим и занимаюсь в свободное время. А медведь? А госпожа Медведкова? Да. Да. Ну, тогда вам, конечно, известно. Венок сонетов Валерия Брюсова. И уж во всяком случае, вы знаете, последние две строки первого сонета «Атлантида». Ну, помните. Из той поры все пламеннее, все шире, сияла людям мысль, как свет в эфире. Внимание, вопрос. Через одну минуту процитируйте первую строку сонета «Халдея» и вторую строку сонета «Заключение». Время. Точно. Отвечает Федор Двинятин. Да, срочный ответ на этот вопрос. Вот кто плетет, оказывается, сонетами. Так. Вторая строка. Первая строка второго сонета. «Сияла людям мысль, как свет в эфире». И первая строка, последняя строка, соответственно. И с той поры, как что-то там в этом мире. Все пламя. Скажите, какая-то... Простите, простите. Что там? Через одну минуту я просил вас процитировать первую строку второго сонета «Халдея» и вторую строку сонета «Заключение». Я цитирую. Итак, первая строка второго сонета «Халдея». «Сияла людям мысль, как свет в эфире». Ответ принят. А теперь вторая строка сонета «Заключение». И сияла людям мысль, как свет в эфире. Вы, наверное, ошиблись. Вы говорили другую. Я ошибся, действительно. Вы сейчас ошиблись или тогда? Я тогда ошибся. Сейчас я прав. Вы что хотите сказать, что и там, и там одна и та же строка? Так требует закон построения венка сонетов. Внимание, правильный ответ. Вы обнаружили основное правило плетения венка сонетов. А именно, последняя строка предыдущего сонета является первой строкой последующего. И последний сонет полностью состоит из первых строк всех сонетов. Поэтому ответ был в вопросе. Сияла людям мысль, как свет в эфире. И вы выигрываете эту партию с разгромным счетом 6-3. Счет становится 6-3 в пользу за таков, в победах за таков. Команда Алексея Блинова одержала блестящую победу в матч-реванше. В честь победы этой команды в элитарном клубе объявляется всеобщая амнистия. Все знатоки, когда-либо за всю 20-летнюю историю клуба, проигравшие и вынужденно покинувшие клуб, вновь возвращаются в элитарный клуб что где когда. Вот имена героев-победителей. Итак, Михаил Бас, Олег Котляр, Федор Двинякин, Ирина Гонделян, Александр Друзь и Алексей Блинов. Поздравляю вас, господа, поздравляю. Сейчас у знатоков в банке 16 миллионов рублей, 16 миллионов рублей. Они чуть-чуть не поставили рекорд интеллекта в нашем клубе. Внимание, через несколько секунд состоится торжественное награждение лучшего игрока с 1994 года. А сейчас матч-реванш окончен. Большое спасибо. Господин Крубье, господин Крубье. Я слушаю вас. Крюш, мы хотели бы попросить вас разрешить Андрею Козлову сыграть один раунд в качестве капитана. Мы хотели сделать эту замену, но мы не успели, к сожалению, действительно счет 6-3. С удовольствием, но, к сожалению, время поджимает, нас могут вырубить из эфира. Андрюш, ну мы сейчас сыграем, мы же в клубе. Внимание, внимание, уважаемая публика. Почетный титул бессмертного игрока элитарного клуба с вручением большой хрустальной совы и красного пижака, а также специальный приз парадист групп компании Таймшер, классно золотая корона, курорт Калау-Гартер, Канарские острова, присуждается лучшему игроку 1994 года, самому азартному игроку элитарного клуба, отдающему всю свою жизнь, можно сказать, игре что, где, когда, тому самому игроку, о котором вы сейчас вспомнили. Андрей Козгов. Я вас люблю, я все люблю. Но на устах его я Ответы шлялся, да Проголодался, да Есть, хочешь, ты циед Есть, хочешь, ты циед Я знаю, ты хочешь, хочешь Я знаю, хочешь, я точно знаю Хочешь, хочешь, но молчишь Я знаю, ты хочешь, хочешь Я знаю, хочешь, я точно знаю Хочешь, хочешь, но молчишь Ты хочешь жгать, но ты хохочешь жгать И хоть воротишь взгляд Мой с головы до спят А где ты шлялся, гад? Проголодался, гад Меня ты хочешь, сердце яд Меня ты хочешь, сердце граб Я знаю, хочешь, хочешь Я знаю, хочешь Я точно знаю, хочешь, хочешь Но молчишь, но знаю Хочешь, хочешь, я знаю, хочешь Я точно знаю, хочешь Хочешь, но молчишь Не выношу тебя, гад Я упушу тебя, гад Я задушу тебя, гад Всё, ты покойный гад Не извиняйся, ха Лучше признайся, ха Жить хочешь, привет Жить хочешь, всё сыграл, я знаю Хочешь, хочешь Я знаю, хочешь Я точно знаю, хочешь Хочешь, но молчишь, я знаю Хочешь, хочешь Только хочешь Я точно знаю, хочешь Хочешь, но молчишь, я знаю Друзья, друзья, дорогие телезрители, поздравляю! Друзья, друзья, дорогие телезрители, поздравляю вас с Новым годом! Дорогие мои, с новым счастьем! С Новым годом!